Светлана и Александр Возные в этом году отметили 25 лет совместной жизни. Познакомились еще в студенческие годы, учились в институте связи и жили в одном общежитии. У нас вообще судьба побросала. Светлана из Минска, я из Воронежа. Потом здесь уже поближе были. Я был в Оренбургской области, она здесь в Самарской области. Это перед тем, как в институт поступить. Приехали в институт, после института уехали в Оренбургскую область. То есть мы как челноки помотались. В семье Возных двое детей. Младший ребенок с особенностями. Помощь ему исплотила родители, а также сподвигла их самих помогать людям. Консультируем родителей по разным вопросам. Я по медико-социальной экспертизе, по техническим средствам реабилитации. Александр у нас консультирует в доступной среде. Работать семейные приемные запустили. То есть мы помогаем семьям, которые воспитывают детей инвалидов, либо инвалидов уже старше 18 лет, но с ментальными нарушениями, соответственно. Считают, что основа крепкой семьи – любовь друг к другу и к детям. Семья, дети – это, наверное, основные ценности в нашей жизни. Живем для чего? Чтобы были дети, потом себя продолжать. А как вместе долго жить и не разводиться? Тут действительно нет никакого индивидуального секрета. Просто люди должны любить друг друга, терпеть друг друга в чем-то. В чем-то друг другу помогать, а в чем-то, может быть, семье отказывать. В День Петра и Февронии супругам вручили медаль за любовь и верность, дипломы и памятные подарки. Награду получила и семья Макаровых. Андрей и Ольга в браке 39 лет. Вырастили двух дочерей. Ольга работает в сфере страхования, а Андрей – подполковник запаса. Рассказывают, что познакомились совершенно случайно, шли разными дорогами, но судьба все же свела их вместе. Мы познакомились в клубе военного училища, это было в Казани, в 1983 году. Назывался «Вечер иностранных языков». Вот там мы встретились, познакомились. Как-то сразу такое возникло чувство. Хотя за час до этого еще даже и не предполагали, что попадем на этот вечер. Видимо, звезды сложились так, что в этот день мы должны были встретиться и пройти наш жизненный путь вместе. Чему мы очень рады. А путь семья военного проделала немало и пожили во многих уголках страны. Больше всего в Забайкальском крае, на Урале. Все трудности пережили благодаря любви. Я очень люблю свою супругу, очень люблю. Поэтому я не представляю себе, как я могу жить без нее. Наверное, это никакой не секрет. Просто любовь. Уважение. Забота. В День семьи, любви и верности в Самаре наградили 15 супружеских пар, которые прожили вместе больше четверти века. Вы замечательные семьи, которыми мы гордимся. Я очень горда и рада тем, что вместе с вами могу поздравить все семьи Самарской области с этим замечательным днем, с Днем семьи, любви и верности. И начнем с самого главного поздравления, поздравления губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова. Уважаемые земляки, примите самые искренние поздравления с Днем семьи, любви и верности. В жизни каждого человека семья занимает особое место, где родные, дорогие сердцу люди бескорыстно дарят свою любовь и становятся надежной опорой в трудные минуты. Желаю каждому из вас крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, мира и согласия. Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров. После церемонии награждения праздник продолжила концертная программа. На сцене у Ладьи прошел фестиваль семейного музицирования. На сцену выходили семейные коллективы, а также целый хор многодетных семей Самары. Запомните, люди, слова, это песни. Семья – это значит вместе. От Владивостока до Калининграда. За руки возьмемся, большего не надо. Тянется с Балтики до Сахалина. Дружная семья, дружная Россия. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.